Лифт не работал Здравствуйте, уважаемые радиослушатели Вы слушаете радио Перепел-ФМ Кстати, Перепел это птица, хотя послушав наше радио, многие думают, что Перепел это глагол Извините, смешно, смешно Мы просим вас запастись корвалолом, потому что сегодня у нас в гостях, хотя, каких чертов гостях, кто его звал Поэт и исполнитель своих, как ему кажется, стихов Аркадий Плинтус Василий Плинтус Кому неинтересно, кто ты Ван-ван, раз-раз, ту-ту, три-три Как слышно? Слышно, к сожалению, хорошо Я сегодня хочу предложить всем свои стихотворения Прости, Господи Что вы сказали? Я говорю, начинаем, слушают все Да, 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 да Из сборника «Любовная лирика» рубрика о верности Ты любовь моя навсегда, нет на свете тебя вернее, не уйдешь от меня никогда, ведь прикована ты к батарее Сорок лет ума нет Именно так называется мой новый сборник ироничных стихов и стихотворения «Оттудово же» Откудово же? Отсюдово же Начинаем Ты говорила, что не знаешь, откуда у меня рога Наверное, кальция избыток Ага Отсюдово же Откуда вы же? Оттуда вы же Хорошо Жила была девочка 60 лет, потому что всем говорила нет Оттуда вы же Откуда вы же? Отсюдово же Пять зубов отсутствует и болит фингал Зря я веру Павловна в лифте целовал Спасибо Сорок лет назад в семье Аркадия Василия Аркадия Произошла трагедия, родился Аркадий Василий Аркадий Когда ему было 16 лет, он издал свой первый сборник стихов Скорите, у вас есть какие-то хорошие, интересные стихи? Да Пожалуйста Естественно, есть Называется Пчеложужье Пчела в ноздре не жужжит Хорошо, ну Все, конец стиха Емко Но убедительно Продолжаем Про пеликана читать? Ну почему нет? Хух У пеликана очень мощная хлебала Жаль, что стишок случился без финала Так хорошо, что без финала Зато в следующем, аж два финала Вывихнута ножка Сломана кроватка Так Видно, в Камасутре была опечатка Друзья, напоминаю, что вы служите радио Перепел ФМ, хотя я советую послушать вам что-нибудь другое Ведь у нас в гостях, как на грех, поэт и сочинитель Аркадий Плинтус Скажите, Аркадий, я вас пока по-хорошему спрашиваю Есть у вас какие-то нормальные, адекватные стихи? Нормальные у меня кончились А как-то, надо было подготовиться здесь, в конце концов, передача Зато у меня есть лучшие стихи Так Злободневные, но беззлобные Угу Денег стало мало, кризиса из-за И теперь коньяк я капаю в глаза Я хочу напомнить, что основной заказчик стихов, а также CD и видео детского Аркадия Мусороперерабатывающий завод номер пять Что не так? Номер шесть С пятым контракт уже Наши слушатели все еще надеются, что Аркадий прочтет нам какие-то хорошие, интересные стихи Я, кстати, очень на это тоже надеюсь, очень надеюсь Может, про семью? Может, почему нет? Я проживаю в Европе, в семье не очень простой Там папа носит колготки, а мама всегда с бородой Достаточно Во время эфира с Аркадием к нам приходят тысячи сообщений с просьбой сжечь нашу радиостанцию К счастью, время нашей передачи ограничено и мы не сможем устраивать все стихи Аркадия Но, к сожалению, осталось до конца передачи еще пять минут Я успею Уже четыре Средь берез и сосен принял я 0,8 Сегодня мы узнали неожиданную новость, оказывается у Аркадия трое детей Да Отобрали, отобрали вчера мобильник Да Детская колыбельная называется Сверчок Так Тихо в саду за окном, ночь наступила кругом, птичка на веточке спит, только сверчок лишь шуршит Шуршшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш Вышуршался Придурок, что ему сказать Именно так называется Совсем новый сборник Моих ироничных стихов И стихотворение «Оттуда же» Откуда же? Когда хреново на душе И кофе-чай не лезет в глотку Ты позвони скорее мне Мы вместе нас кребем на водку Друзья, мы вынуждены прервать нашу передачу Вон отсюда Так называется новый сборник стихов Аркадия А может лучший сборник песен Запою твои уши до дыр Я думаю закончить передачу Лучше все же стихами нашего поэта Какими? А вот этими Вывихнута ножка, сломана кроватка Пробита головка, сломана сопат И так возвращается Муж поздно ночью Непонятно откуда Жена ему Где был? В бильярд играл Три часа ночи Шары плохо ложились в лузу Быстро в кровать Он ложится в кровать Вдруг на мобильный телефон СМС-ка ему Он тихонечко берет мобильник Идет в ванную читает Это было потрясающе Ты чудо, фантастика Мне очень понравилось Давай повторим это еще раз Он пишет Мне тоже понравилось необычайно Давай повторим это Завтра На-на-на-на Та-да Ложится в кровать Жена ему Где был? В ванной Че делал? Че в ванной делал? Руки мыл Мобильник мой Зачем брал? Мне тут рассказали анекдот Про подкаблучника На конкурсе подкаблучника Победил мужик Который не приехал на конкурс Потому что его не пустила жена Я этих подкаблучников презираю Слюнтяй Жены приказывают Что я им делаю Где твоя гордость? Достойство Ты ж мужик Ты воин Я так ржал Чуть швабру из рук не выронил Вот я шо хочу То и делаю Хочу белье глажу Хочу пододеяльник штопаю Жена без меня Вообще ничего решить не может Все решаю я сам Она мне так говорит Решай сам Сейчас полывай мышь Или после обеда Не самостоятельно Совершенно Этих подкаблучников Жены заставляют Стирать и гладить Да чтоб я стоял и гладил Да не в жизнь Быть такого не может Чтоб я стоял и гладил Сидя глажу 16 тёщины халатов Стоя не погладишь У него там размер 10XL Там штопного халата Можно шить чехол на КамАЗ Ещё останется метров 50 Баба должна бояться мужика Трепетать Вон у меня жена с тёщей На коленях передо мной стояли Да Вылезай Говорят скотина из-под дивана А то хуже будет У меня под диван Тогда чё-то закатилась А вспомнил Четыре зуба упало Молочным Но я им молока не купил Жена мне замечание сделала Эти бабы Они только себе Всё и покупают Мужикам вообще Ничего не достается Мне такого нет Я всё же захочу Мне всё покупают Захотел новый бюстгальтер Для жены Купили Новые сапоги Для тёщи Пожалуйста Носки мне новые А это единственное Что не купили Ты говорят сначала Гольф это носишь Со второго класса Белые Не ну не классы Там такой качество Сейчас таких не шью У подкаблучиков Жены вообще страх потеряли Моя жена Например Страх не теряла Как была страшная В молодости Так ещё страшнее Страх Она ко мне Знаете как обращается Мой повелитель Да Швабру даёт Говорит Давай мой повелитель Я не представляю Как это быть подкаблучником Жены приказывают Когда им приходить Туда не ходи Сюда не ходи После работы Сразу домой Мужик сам должен знать Когда ему приходи Я вчера в 6 утра Домой пришёл Ну мне жена сказала Ко мне мужчина придёт Раньше 6 домой несусь Так-то она меня заботлива Как-то с вечеринки пришёл Голова болит Она мне сразу Холодное к колбу приложила Гантелю с размаху Всё Потом весь день Ничего не болело Без сознания Лежал весь день Что-то может болеть Я дома могу делать Всё, что угодно Мне ничего не будет В среду Пьяный Припёрся Мне ничего и не было Ничего не было Ни постельного белья Ни подушки Ничего не было Даже дверь не открыли Да я сам не хотел заходить Что мне там делать Что мне там делать в духоте На улице свежо Декабрь минус 25 Снежок мягенький А бывает А бывает до того Подкаблучики Что жена их бьёт Ну это Уже вообще Перебор Да чтоб моя Тамара на меня Руку подняла Да не в жизнь Ногами Ногами правда Дубасит иногда Но это ж так Не со зла Эти подкаблучики Как бабы Моют Драют Я дома ничего не делаю Всё жена с тёщей Мне там на ремонт был Они потолки белили А я стоял Ничего не делал Оно мне надо На четвереньках Стоял за место козла Они на мне и белили Только им лень было Кисточкой водить Они не уперли в потолок А я позвал по комнате Как краб Помочь-то надо было Бабам жалко же Летом на даче Я вообще не работал Всё лето просидел Не вставая Ну нельзя было вставать Меня на яйца посадили Цыплят везли Ну им курочку было Жалко, что она сидит Три месяца И у неё никаких развлечений Цыплята до сих пор За мной бегают Думают, что я их мать Я мужик А мужик должен зарабатывать Понятно вам? Ну я вчера таких люлей Заработал от жены Она мне сказала Отодрать обои А что за обои Не сказала? Сижу, жду Тут звонок в дверь Заходит соседка Зинаида Пантелеюна С подругой Думаю Ага Вот они обои Я говорю Я, конечно, извиняюсь Но жена строго-настрого Приказала Соседка говорит Как вам не стыдно Такое женщинам предлагать Предварительно не налив коньяку А подруга говорит Все-таки новогодние желания сбываются Хоть и через 50 лет Сорвали с меня всю одежду Полностью Оставили только гольфы Тут жена заходит Это что за вакханалия Я говорю Ты сама велела И тут жена мне опять холодное приложила Сама себе противоречит В общем, ребята Надо держаться вместе По-другому баб не победишь Поверьте Я на этом собаку съел Но я не хотел есть Жена заставила Так что всегда научу Помогу, расскажу Запишите мой адрес Все сейчас Блокноты взяли все И записали Хотя ладно Не надо Увидят этот подкаблучек Не надо нам Так запоминайте Город Халдейск Проспект Рабыни Изауры Изолятор 13 Без хребетных тюфяк Вахлакович Жду Спасибо Алло, Люда, Люда, Люда Ну че, я тебя сегодня снова не порадую Ну опять приду пустой Ну почему, почему Не хотел тебя расстраивать Командир поставил меня в лесу Ни одной машине Одни лоси Люда Ну я не знаю Понимаешь Мне бы сейчас, понимаешь Хоть какого-нибудь водителя Хоть любую машинку бы, Люда Я бы, понимаешь Мне бы Хотя бы вот без аптечки Знаешь Вот Без ремня Чтоб не пристегнутой На лысой резине Желательно, чтобы на угнанной машине Чтоб без документов Чтоб поворотник не работал Алло Не могу говорить Машина едет Останавливайся Останавливайся Выходим Выходим Сюда На исходную Извините Я при исполнении Жене представится инспектор ГИБДД Крендель ББ Я Джон Что-что? Опа-на Я не понял Или повезло Или как Родной мой Значит смотри Ты ехал Скорость превысил Ремень не пристегнут Поворотник не работает Нет аптечки Практически это преступление Милый, у меня столько времени сегодня Понимаешь Мы никуда не спешим Я тебе Попьюла все объясню Попьюлярно Опа-на Смотри Ты ехал на скорости Не пристегнут Пересек двойную сплошную И у тебя нет аптечки Вот-вот Начинает понимать Смотри Ты ехал Не пристегнут Ремень Нихт пристегнут Ремень В самолете Белт Белт О, мой белт Смотри Да, не пристегнут Ты че делаешь, аллю Ты тупой Слушай, все, все Не надо этого Прекрати Ты не дома Распоясал Так, смотри Ты ехал Сейчас, да? Ехал На большой скорость Ехал Драйвинг Драйвинг И пересек Пересек Двойную сплошную Пересека Пересека Две полоски Ту-лайн 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 Две полосочки А, 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 я знаю Две полосочки Бремени Это невозможно I am a man I am possible To be remin No, no, no I am not I am a man Понятно, какой ты мэн После них Трастегнут вообще Слушай, ну тупень Тупень Ну я ж никуда не спешу He's very good boy Yes, I am very good boy My wife told me А где твоя аптечка? Аптечка Нету What is mean Аптечка? Nein? Аптечка Смотри Бинт Йод Водка Водка? Водка Not vodka Водка Водка Тряпочка Алкоголь 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 I never drink alcohol Thank you You by self If you want You can drink by self Without me Okay? No problem Okay Размечтался Во-первых, тебе никто не наливает Водку А если бы здесь была водка Ее бы сейчас здесь не было Понимаете? Милый мой Смотри Ты Ты, да? Не пропустил группу Children Children Да, да На зебре На зебре Не пропустил Группа Children А, very good Like clown Very good Very good Ты дурака Дай себя Не включай Смеется он Не пропустил Children И смеется После этого Ты понял? Что тебе грозит Зебра Не пропустил На зебре Разметком Разметком О, my God Somebody killed zebra О, my God Somebody killed zebra О, my God Who killed zebra Пиф-пап Стоп, стоп О, my God I can't believe My God Стоп Ты вообще идиот Идиот Лошара Ему объясняешь Почему ты его не понимаешь С зеброй все окей А вот Зебра окей Окей А вот с тобой Проблем Как бы тебе объяснить Скажи мне Ты откуда Откуда Ты Where are you from Ты А, yes Откуда 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 ты приперся Я так и не понял Ну По-английски Ты вообще Не говоришь Понимаешь Учить надо Языки Овощ Понимаешь Я не знаю На каком Языке Ну, чтоб ты понял На каком С тобой языке Языки Учить Языки Языки Получил? Получил 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 Ты выдал Тирану Как дал По-японски Молодец Слушай Красавчик Я не ожидал Прожи Такой Выдар Я Молодец Порвал Я не понял Ты все понял Ну, конечно Наш Да, конечно Я думаю Подуркуем Тут пока один Да ты что творишь Может не будем Так строго Будем Будешь жалеть Всю оставшуюся жизнь Сегодня ты превращаешься В пешехода Не судите строго Ну, что тут Я пошутил Просто Ничего особенного Я не оскорблял Ничего Синозепан Сергей Сергеевич За фамилию Отдельно доплатил Ты понял Будешь жалеть Вот так сразу Кем работаешь Кем работаешь Я говорю Там написано Траксивазин Синозепан Сергей Сергеевич Полковник ГУВД Полковник ГУВД Я же все Начальство С таких лет Знаю в лицо И пофамильно А вас Как-то Знаете Мне еще Надо знать Да, да Предупреждал Еще На командир Говорит Там появится Этот Траксивазин Остародом Проверяющий Денозепан Да просто А я еще Ой, как вы Меня разыграли Ой А я стою Думаю Ну, лошара Понимаешь Ну, просто Дебил Дебил Бабушка говорила Дурак, дурак А уши холодные Ну, чмо полное Отстави Хотел похвалить Товарищ Полковник Сидит Доложить На веренном Мне участке Трассы Без происшествий Ну, да А это не происшествие Судпор Есть Хочется Ладно Будем разбираться В другом месте Слышь Командир Может договоримся На месте Ну, предлагай Не знаю Готов понести Любое наказание Соответственно Совершенной Правильности Готов Донести Занести Я уже хотел Разбираться Будем В другом месте Не здесь Поэтому Давай Машинку И там Будем решать Все вопросы Пошли Не можно Здесь Не решайте Вопросы Здравствуйте Я не ошибся Ошибся Ну К вам Можно Нельзя Вы принимаете Вообще Я принимаю Пока не принял Сейчас принесут У вас на дверях Всякие Телевизионные Такие Знаете Опусы И приношу В проектной Организации Которые Как раз Занимаются Реализацией Телевизионных Проектов Поэтому Я Эти проекты Принес вам Слушаю Есть проект Я сразу Быка Зарога Вот В смысле Я не вас имел Ввиду Я Есть Есть проект Который На западе Называется Everybody Together People Continue Tonight Everything Everywhere Перевод Перевод Простой Программа Называется Перетятки Перетятки Там сюжет Простой Просто Две команды Перетягивают Канат Та которая Перетянула Естественно Выиграла Все понимаешь Не оригинально Ой Еще как Оригинально Команды Стоят На крышах Двух параллельных Небоскребов Та Кто перетягивает Выигрывает Кто не дотянул Выбывает Из проекта Навсегда Жертвы Нам не нужны К чему это Нам Нет Ну в принципе Можно Если Можно Обложить Матами За то Что вы сейчас Предложили Я могу Обложить Вас Прямо Сейчас На месте Не надо Я понял Понял Что вам Не понравилось А скажите Что надо Ну надо Что-нибудь Такое Что-то В этом Родят У меня Есть Проект Называется Мухожужье Так В чем суть Вот Эстрадные звезды Мегазвезды Сидят в студии В красивых Блестящих костюмах Навозных мух А что Мухожужье Они же не жужжат Еще как За жужжат Параллельно Вокруг них Плотным кольцом Сидят Раздраженные Зрители Которых Они вывели Уже Своим творчеством На исходную Позицию И В руках У них Полутораметровые Мухобойки Скучно Это все Скучно Не будет Мухобойки Чугунные Опять жертв Почему Это Ладно Наша Программа Называется Цикл Поддержим Нашего Производителя Называется Расчусюкивание Васюсюсья Засюсюкивание Засюсья Насюсь Ну а покороче Как это будет Второе Называние Груднички Ну это Русконаправленная История Это тоже Мне кажется Что вы Что вы Это для самого Широкого Спектра Зрителей Я вас Уверяю Мужчины Будут просто Прилипшие У экрана Кто Участвует Я говорю Груднички Женщины С размером Груди Не меньше Пятого Размера Ты Ты никуда Не годишь Тогда Я достаю Козырную Карту Сейчас Смотрю Это я Сразу Она Я ее Чувствую Знаешь Вот такая Хоп Не то Страница 49 Я до 49 Быстро Доходил Сюда Знаешь Я держал Ее Как козырной Называется Киряшки Заваляшки Там простой Сюжет Заваляшки Завалились Киряшками И заваленные Лежат Накирявши Давайте Я предложу Вам сейчас Другую Передачу Называется Она Посылашки То есть Я сейчас Посылаю Вас Отсюда Вы уходите Больше никогда В жизни Больше сюда Не попадаете Вообще Посылашки Называются Ну Между прочим Я уже С утра Играю В эту Передачу Меня Между прочим К вас Послали И я Здесь Не просто Так Я Посланец С этим Материалом Не просто Так Я Не сам От себя Пришел Понимаете Какой Придурок Послал Сюда Ко мне К профессионалу С этой Галиматьей Между прочим Господин Тухлый Себастьян Петрович Ваш Генеральный Спонсор Дорогой Вы мой Ну Что же Вы сразу Не сказали Что Себастьян Петрович Вас прислал С этим Величайшим Присудением Прямо Ко мне Я здесь Снял Он же Кого сюда Не пошлет Я вижу Блеск в глазах Я посидел Прекрасные номера Конечно Они будут в эфире Все будет Он Кого не пошлет А мы все Сделаем Потому что Он знает Что надо Делать Замечательно Все Будет В эфире Это что Такое Звоночек Я быстро Ангелина Петровна Да Только Побыстрее Мне Человек Пошлю СМ Когда Надолго Навсегда Тухлого Посадили Как Посадили А так Посадили По делу Вор Должен Сидеть В тюрьме Сколько Наверное Никогда Не делился Между прочим Негодяй Подонок И сволочь Вот Сел Вот Пока Сам Не убедюсь Себастьян Петрович Очень приятно Это Вы Простите Пожалуйста А вы Где сидите У себя В кабинете Там Утром Очень приятно Очень приятно А сказали Вас Посадили А Не вас А Это Вашего Однофамильца А Это Спонсора Дециметрового Канала А я Еще Сам Думаю Кто Вас Таким Баблич Что Вас Таким Интеллектом Тронет Понимаете Очень приятно Себастьян Петрович Вы знаете А результата Сегодня нет Да Меня послали Просто Отгрели Нагло Материли Да Вот Кому Меня направили Он сидит Здесь А вас Оскорблял Мебель Покраснела Матерение Шло Дать ему Трубку Себастьян Петрович Добрый день Рассказали Вас Посадили Такого Человека Кристально Чистого Да Никогда В жизни Оскорблял Вас Как мог Я не поверил Никогда В жизни Чтобы Вас Могли Посадить Такого Добрый день Давайте Разбираться И сказал Что ваша Жена Гулящая Еще Сын Не От вас От соседа Сын Увольняете На мое место Кряка Он вообще Не профессионал Он принес Мне произведения Выход Добрый Они Неплохие Но то Что он Принес Давайте Разбираться Подождите Я не хочу Чтобы Сразу Давайте Скандачка Не будем Решать Вы должны Понимать Я Я все исполнял Как вы мне говорили До этого Рубку ему Освобождай помещение Освобождай Себастьян Петрович Да Это я Максимилиан Очень приятно Я вас все понял Спасибо вам За доверие Максимилиан Петрович Очень приятно Я не подведу Нет Я Вечером Приду к вам в гости Все доложу Шоколадку Танечке Вашей внучке Любимой С пингвинчиком Да Да Мне только Дайте добро Да Спасибо Я вас не отвлекаю До свидания Вы еще здесь Как зовут Мою секретаршу Ангелина Петрова Ангелина Петрова Ангелина Петрова Это Это новый шеф Меня зовут Максимилиан Себастьянович Кряк Значит Будьте добры Мне Ведро коньяка И рюмочку со льдом Прошу Не перепутай Уберите лишнее тело Из моего кабинета Пожалуйста Мешает работать Вы еще здесь У меня есть хорошая передача Паркинсон и трясуны О чем? Битва электриков Два электрика С завязанными глазами Чидают электронный щит Кто проиграл Тот соответственно Уже Она здесь Вообще Никому не нужна Прямо И направо И налево Так Ангелина Васильевна Значит Меняем сетку Записывайте Убираем все Что было до этого Запускаем Разузигивание Вызиюзюсь Я настрюм Перетятки Ему хожу Всё Начинаем Новую жизнь АПЛОДИСМЕНТЫ Они всегда мои красные, красивые и безобразные, но всем одинаково хочется, нас кто-нибудь заморочится. I love you, девчонки! Ну я-то женщин I love you, у меня никто ни разу не I love you, потому что я женщин сясняюсь, я женщин посясниваюсь. Я очень скромный, если честно, даже в одежде, вы знаете, я вот не понимаю людей, которые, знаешь, пытаются себя пиарить за счет внешнего вида, знаешь, оденется как попугай, вот все яркое, знаешь. Я считаю, что ты должен быть скромный, вот как я, в черно-белом костюме, понимаешь? И не потому, что у меня этот, как называется, с глазами, дальтонизм. Просто я считаю, скромность должна украшать. Я хочу познакомиться, девчонки, свою жизнь надо как-то устраивать. Меня зовут Софокол. Папа назвал, просто когда я родился, на мне в семье уже нормальные имена закончились. Наши 16 братьев, мы все одногодки. С именами тоже, знаешь, старшего брата зовут Нурофен. Папа его так назвал, когда болел, вот. Младшего Димедрол, вот, назвал, когда выздоравливал. Одного из братьев зовут Алеша, полное имя Валентин. Хотя по паспорту Толик, ну, мы его зовем Игорь Васильевич. Девчонки, коротко о себе, вы знаете, не пью, не курю, не работаю. Где я только не работала, знаешь, утром брали, вечером увольняли, утром брали, вечером увольняли. А бывает, утром брали, утром увольняли, потому что я такой ляпнул, у меня мысль вылетает раньше, чем я роту всплываю закрыть. Устроился работать администратором спортивный клуб карате. Приходит, знаешь, такой каратыш, говорит, у меня черный пояс. Я говорю, ну и ладно. Он еще раз намекает, у меня черный пояс. Я говорю, хорошо. Он еще раз, у меня черный пояс. Я говорю, черный? Да, я говорю, стирать не пробовал. Он мне сделал физическое замечание. Я долго болел. Потом устремился в книжный, знаешь. Ну, что там в книжном может быть? Заходит такой тоже шкаф с антресолями, говорит, у вас есть правила дорожного движения для джипов. Я говорю, возьмите для трамваев, для джипов кончилось. Он мне сделал физическое замечание. Я долго болел. А когда уходил, мне в качестве компенсации книгу подарили. Говорят, на, повышай интеллект, читай. Ну, я читаю, где открыли, понимаешь? Читаю, 29 декабря, пятница. Ну, думаю, бывают дни похуже. Читаю, 30 декабря, пятница, думаю. Просроченный календарь подсунули, понимаешь? 31 декабря, пятница. Да что такое? Я ж не просто. Я ж, я ж, я ж и 1 января могу посмотреть. Я хоп, 1 января, тиро, пятница. Я говорю, что за книгу подарили? Читаю обложку. Дневник Робинзона Круза. Я говорю, ребята, не надо так шутить. Я же к женщинам тянусь. Знаешь, я же к женщинам льну, понимаешь? Хотя, думаю, можете не спешить. Потому что у меня дядя женился. Труфандил домкратач. Ну, вы поняли, что у нас с именами вообще вариантов много. Грустный, я говорю, а что такое, дядя Труфик? Он, ну, понимаешь, жена с тещей просто измордовали. Каждый день мне грызут, грызут, грызут. Я говорю, за что он? Да ни за что. Каждый день одно и то же. Иди устройся на работу. Иди хоть где-нибудь по работе. Иди работа. Я говорю, так мы с вами коллеги. Я говорю, так вы покажите, кто в доме хозяин. Вы дверью хлопнете, чтобы они чувствовали, что вы мужик и вы хозяин. Он говорит, я бы хлопнул. Но мы три года в палатке живем. А вот второй дядя у нас, Рододендрон Кардамуноч. У него папа был заведующий оранжереем, по-другому и быть не могло. Он, знаешь, он не бедный мужик. И он тещей с женой, он наоборот старается делать приятное. И он им купил путевку. И никуда-нибудь, он ради этого свои акции продал. У него были акции, да, он продал. На дальние острова австралийского архипелага. Туда только лететь 87 часов с четырьмя пересадками. Я говорю, вам акции не жалко? Он, не жалко. Путевка в один конец. Вот где мне понравилось, знаешь, это в газете, в газете я читал письма. Чего только люди не пишут. Я многие даже по памяти цитирую. Мужик пишет. Мы с тещей живем дружно. А как же иначе? Ведь она мать моей жены, бабушка моих детей. К тому же прокурор нашего города. Еще мужик призвал. Говорит, вот вы писали, что в городе Ржержинополь, Шуншуляпольского района, живет мужик, который потеет спиртом. Если это правда, напишите, что его ищет друг. Женщина призвала письмо. Я не красавица. Идут параметры. 150 на 150 на 150. Это только нога. И несмотря на свою, казалось бы, такую бесформенную форменность, я живу с очень красивым мужчиной. Очень красивый мужчина. Но он меня не любит и не переварит. Как вы думаете? Он от меня не уйдет? Он от меня не сбежит? И каждый день одно и то же письмо. Он от меня не сбежит? Он от меня не сбежит? Я считатель, я не писатель. Но я не выдержал. Я, чтобы ее успокоить, пишу. Конечно, не сбежит. Она присылает следующее письмо. А если я его развяжу? Бывают развязные мужики. Один прислал стихи. Такие, знаешь. Бывают женщины, как скрипки. Бывают, как виолончели. Я в жизни совершил ошибку. Женился на электродреле. А последнее время я устроился в оркестр, значит, духовых инструментов. Продуваю мундштуки там. Музыканты говорят, если будешь нормально дуться и продувать, мы тебе трубу дадим. Я говорю, не надо. Я и на простом мундштуке могу такое выдать. Вот у меня, видишь, он тоже. Композиция посвящается женщинам. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 У меня сегодня праздник. Ты знаешь, сколько я не пимши? Ты знаешь, сколько я терпел? Ты сейчас ужаснёшься, брат. Полтора дня. АПЛОДИСМЕНТЫ Так ты бухать бросишь. Не дождутся. Что? Да никто. Василич, а вот не зря всё-таки ребята хвалят твоей тёщей напиток. Он номер ван во всей округе. Мне тебе единственный вопрос. Скажи, а секрет этого напитка? Это секрет? Секрет. Даже мне? Без исключения. Василич, мы ж друзья. Ладно, тебе скажу. Только. Естественно, никому, кроме Михаила Сергеевича, Валеры, Колькин и экрановщицы Зинаиды. Зинаиде ни в коем случае. Всё. Ты сказал, я вычеркну. Смотри, Зинаиду вычёркиваю. А она туда скипидар добавляет. Икор бит. Да. Не перебивай. А главное, это грибы. Мелко строгает, туда засовывает и в подпол на три дня. Супер-пойло получает. Ну, на чём, грибные места, знаешь, что ли? Она за пять минут корзину набирает, пока машину заправляет. Намкали. Не, надо самому прошвырнуться. Промкадится. Обязательно она запромкадится. Я без этого дела себе ничего не предстояю. Жизнь идёт, жизнь идёт, как депрессняк полный. А так мало всё. Выходные становятся ярче и больше. Я тебя не расслышал. Что становится... Выходные, выходные дни становятся ярче и больше. Как это больше? Ну, я не знаю. Наверное, раз в течение недели по три субботы колбасит. Да иди ты. Я дома, куда мне идти. Значит, я пойду. Стой здесь. Продолжай вопросы. Василич, у меня к тебе единственные вопросы. Я вот у тебя уже не первый раз, а второй, и я всё никак не могу посчитать. Сколько у тебя хумных? Три. Три? Две спальни и туалет. А мы сейчас где? Мы в комнате приёмов. Так тогда получается четыре. Не получается. Комната приёмов только после первока появляется. Давай. Сейчас впервак мост пропитает. Началось. Комната расширяться на стене. Не бойся это всегда. Это сильно расширяется? И расширение. Ну, по-разному. Как-то расширилось. В течение двух часов до телевизора ехал на велосипеде. Это не опасно? Для нас нет. Соседи пугаются. Но наши расширяются и стенами сдавливают. Боятся паразитов. За расширение наших жилищных условий. Васильевич, некий единственный вопрос. А ты пиво глазом можешь открывать? Бутылочное, да. Баночное. А у меня был случай. Мне недавно жена с тёхей оставили дома на три дня. А с вами уехали на салют. На салют на три дня. Это куда? Я ждал вопроса. В Рио-де-Женерио. Это где? В Горьковской области. И, чтобы я не напился, они мне руки сзади связали. Тёщиным лифчиком. Наглухо. Ну и как ты выкрутился? А я и не выкрутился. Я ногами бутылку потянул, коленями зажал. Вот, и глазом открыл. Дешевно. Васильевич, или мне кажется, или... Куда это стул побежал? Это на кухню к столешине зажал. Мне кажется, у них там свырмуют. Лебедь. Не понял. Ну, любого у них. Ну, за любовь. Васильевич, я... Поскольку мы одни, я хотел задать один откровенный вопрос. Тет-котет. Тет-котет. Можно? Тет-котет. Васильевич, я сейчас хотел бы откровенно протестировать твое IQ. Пожалуйста. Третье ровно на здоровье. Ты готов? Я готов. Ты готов? Я уверен. Точно. I am sure. Сейчас не понял. По-русски говорю, не врубайте. I am sure. Так ты, Шура, я тебе все, Васильевич, Васильевич. Сразу не понял. Шура, начинай тестирование. Кто жена у Орла? Орлиха. Каня. У Дрозда? Это последний. Дроздиха. Так ты знал. А у Грифа стервятника? Грифиня стерва. СМЕХ А ты знаешь, что жена у слона? У слона. Слониха? Нет. А кто? А у нее нет жены. Слон холостой. СМЕХ Кто холостой? Слон. Какой слон? Который за телевизором стоит. СМЕХ С чего ты взял, что он холостой? Ну, ты сам подумал. Стал бы женатый слон за телевизором стоять. Логично. Васильевич. А ты плавать умеешь? Нет. Зачем оно мне надо? Зря. Взяли бы в Олимпийскую сборную. Не взяли бы. СМЕХ Почему? Я активированный уголь употребляю. СМЕХ АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Такой же не запрещен. Ну, это сегодня. Завтра неизвестно. СМЕХ АПЛОДИСМЕНТЫ Васильевич. Я хотел бы задать тебе единственный вопрос. Знаешь так, мы женами. А ты знаешь, что тебе жена изменяет? СМЕХ А? Нет. СМЕХ Знай. СМЕХ Изменяй. С кем? СМЕХ Не знаю. Это хорошо, что ты не знаешь, а то поссорились. Да я б тебе убыл за это. Я тебе поэтому и не говорю. СМЕХ Васильевич, в смысле Шура, у меня к тебе единственный вопрос. А ты смог бы, смог бы ты, Шура? СМЕХ Я сейчас спрашиваю, или ты? СМЕХ Ты смог бы съесть кроссовки? СМЕХ Конечно, смог бы. Я же спортсмен. СМЕХ Я не смог бы. Во-первых, я не спортсмен. Во-вторых, они у меня одни. СМЕХ Тогда съешь мои кеды, у меня их двое. СМЕХ Ты за кого меня одеждаешь? Думаешь, я вообще уже... Каждый нормальный человек знает, что кеды лучше оставлять на бульон. СМЕХ 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 Васильевич, негде единственный откровенный вопрос. СМЕХ СМЕХ А ты... Поп... Не уходи от ответа. СМЕХ Ты б попкорн в нос засовывал. СМЕХ СМЕХ Никогда в жизни. СМЕХ СМЕХ Жизнь-то проходит. СМЕХ 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 А двойки? Тогда уже не повредишь. Слушай, что там оно как-то медленно, то есть быстро заканчивается. А у тебя еще там есть? У меня море, навалом там, в подполе. Так может, сходим? С удовольствием. Может, и слона с собой возьмем? Сходим, конечно, возьмем. Хабарского друга. Басик, ко мне! Дожди, подожди. А почему ты... Басик, папка, иди. Почему ты... А почему ты говоришь ему кис-кис? Он же слон. А чтоб за ним бобры не увязали. Логично. А какие бобры? Сейчас смажем, покажу. Алло. Я спрошу декорации, буду там дырки уже слон пройдет. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Эдуардо, ты ли это? Альфонс Михайлович, как я рад тебя видеть. Да, допустим, не Альфонс, а Альфред. Давай забудем. Ну ладно, ну мы ж свои, Альфонс. Среди своих можно, только не прелюдия. Понял, Альфред Михайлович. Молодец, быстро вспоминаешь. Понял, понял. Где был по веса? Да, я сейчас все время в делах, у меня проблема. Дело в том, что у меня, у тестя потеря памяти, и мы его сейчас лечим, 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 лечим. Понимаешь? А есть проблема, вылечить надо, понимаешь? Ну естественно, надо пожилой человек. И не просто, чтобы у него хорошее было здоровье, а чтобы и у меня было настроение. Короче, он оставил завещание, на меня переписал все, что у него было. Так это же здорово. Так это здорово. Ты дослушай. Значит, дом пятиэтажный, да? Вау. 42 подъезда. Фотифо подъезда. Лес прилегающий к дому, да? 120 га. Река. Левала. Река 37 километров, понимаешь? Но ты миллиардер, елки-пал. Был бы, если бы у него память была. Он не помнит, куда дел завещание. Ищем уже, ищем, ищем. Уже с миноискателями собак вызвали, все, ищем, ищем. Нет, завещание. Пусть перепишет, какие проблемы. Потеря памяти. Он не помнит вообще, кто я. Сейчас врачи, одни врачи лечат, другие калечат. У нас в госпитале мужик был. Полгода от желтухи лечили, оказалось, монгол. А-а-а, как говоришь? Жизнь, она полна сюрпризов. У тебя сюрпризы какие? О-о-о, у меня сюрприз был, мама дорогая. Приехал ко мне Аташе из Голландии. Ух ты. Корешок мой старый. Не понял. Служили в стройбате вместе раньше, под малыми бубенцами. Приехал не один, приехал с супругом. Понимаешь? Мы зашли в зрительный зал, то есть я, молодожены рядом. Именно на наших трех стульях сидит какой-то чувак. Это надо такой гудок иметь, чтобы расселся на трех стульях, представляешь? Ноги расходал в разные стороны, сидит и так дремлет. Я говорю, товарищ, excuse me, это наши места, вот билеты, понимаешь? Никакой реакции, никакой реакции. Ну а твои действия? Я позвал билетера. Надо меня... Я говорю, тетя. Билетера, меня надо было позвать, поезд бы вообще не пришел, понимаешь? Я этого мужика точно бы не пришел. Вот поэтому я тебя и не позвал. Я билетеру говорю, тетя, помогите, какой-то человек расселся на нашем месте. Она ему подходит, встал бы, откуда ты взялся такой? Он знаешь, что я ей сказал? Откуда ты взялся такой? Она говорит, с балкона. Рубанулся, как в мешок взлаконулся. Да, а так был международный скандал. Хорошо, что друг твой из Голландии вместе служили. Я уладил. Я, кстати, к тебе пришел по дружбе. У меня для тебя сюрприз. Давай. Не-не-не, не тот порядок. Тогда по порядку. По порядку. Поехали мы тут с ребятами на медни. На чем поехали? Забей. Поехали на фольклорный фестиваль. Поехали я, Викентий Павлович, по прозвищу Бездесят шесть. Стоп. А что за погоняло такое? Бездесят шесть. А он просто ходит все время под углом. Строумно. И Леша, глазурь. Ну ты его знаешь. Не припомню. Ну глазурь. У него один глаз еще все время веселый, второй грустный. Понимаешь? А, веселый ты искусственный. Ну да, ты помнишь. Вспомню, конечно. И там была одна фольклористка. Понимаешь? А, ты в своем репертуаре. Не-не-не, это просто коруза в юбке. Понимаешь? А ты ни одной юбки не пропустишь, а то я тебя не знаю. Альфред Михайлович, кстати, эта юбка сидит у тебя сейчас в приемной. Будь другом. Прослушай, ради меня. Не откажи. Так вот ты что, куда мягко стелил. У меня вокалистов, как у дурака фантиков. Не дураком, это классный фантик. Ты вечно кого-то мне припрешь. В тот раз привел 27 человек. У половины не было слуха. Нормально? Это хор. Хор. Семью нельзя разлучать. Ну пусть половина стояла, ну и что? Ну пели только двое, и то фальшиво. Ну да, зато как пели, громко. Не обижайся, я не могу никого слушать. Я вокалистами не занимаюсь. Мне легче лобзиком сейчас выпиливать. И настроение будет, и душевное спокойствие тоже. Не надо мне этого. Значит, лобзика классная. Понравилось? Да, тебе знаешь, куда надо, к этой Кренине Дубовицкой. Да я и так у нее. Не понял. Забей. Забил. Слушай, я пришел в полной уверенности, что ты не откажешь. Ты же друг. Я в полной уверенности, что я откажу как раз. Понимаю, что я друг, но я мне... У меня внук колобильды должен прийти через 15 минут на прослушку. Я не могу слушать непонятно кого. Тем более ты, ты вечно что-то припрешь. То собачью жратву, то памперсы продавать. Мне надоело уже. Давай будем уважать друг друга. И уважать время друг друга. Я никого слушать не буду. Сто процентов. Следи по губам. Нет. Закончился монолог? Все зависит от тебя. Короче, Альфонс. Альфред Михайлович. Я думал, мы все-таки друзья. И в отличие от некоторых, я всегда шел тебя в этой жизни навстречу. Ты? Я. Когда ты на встречу шел? Да вот, три месяца назад. Можешь в аэропорту. Ты идешь, а я иду тебе навстречу. Что-то не считается при этом. Не считается. Ладно, шутка. А вспомни, как я пошел на встречу с твоей женой, когда ты уехал в Гагры с Люськой секретаршей. А сказал ей, что уехал в Намибию на фольклорный фестиваль Соловьи-Заполярье. Я пошел к ней навстречу и убеждал ее, что ты там в Африке. Убеждал ее весь вечер, всю ночь убеждал. И только под утро не удалось ее убедить. Слушай, что-то насчет ночи, что-то я не понял. По-подробнее. Забей, отблежься. А второй вариант, второй вариант, когда ты в прошлом году, вот недавно, уехал в Европу с Эльжбетой на Евровидение. Ну, и засвистелся ты. В прошлом году не было Евровидения, не было. Ну, для твоей жены-то оно было, ты там был с Эльжбетой. Ну, допустим, не с Эльжбетой, а с Верой Павловной Ливер. А вот с этого момента поподробнее. Забей. Забил. Так ты откажешь мне или нет? Я тебе не скажу, я тебе уже отказал. Что, сын, я смотрю, уроки делаешь? Да. Молодца. Математику. Математику. Зайчик ты мой, Эйнштейн, а подобный. Ну и что, как там успехи? А? Не получается. Не получается. А папка ему для чего? Не получается. Сейчас мы с тобой задачку щелкнем, как мелко орешки. Давай, читай условия. Вот. В поле стояло 4 тополя. Так. 2 тополя засохло. Так. Сколько всего осталось тополей? Сын, ты в каком классе, а? В четвертом. В четвертом. Ты в четвертом. И тополей 4. Так. 4 тополя стояли в поле. Минус 2 тополя. Сколько получается? А? Ну? Не знаю. Хорошо, сынок. Смотри. Даю тебе подсказку. Так. Ты в четвертом классе, так? В четвертом. Правильно. А два года назад в каком ты был классе? А? Ну? Тоже в четвертом. А, ну да, ну да, ну да. Я забыл. Ты у нас все делаешь с четвертой попытки. Да балдуешь. Ну ладно, ладно, не расстраивайся. С тополями не получилось. Представь 4 дуба. Дуб тебе ближе. Если что-то будет непонятно, сынок, ты сразу папке задавай вопросы. Понял, да? Хорошо. Смотри. В поле стояло 4 дуба. Два дуба засохло. А почему они засохли? Засохли и все. Просто они поняли, что не доживут до финала задачи. Смотри. Сколько осталось дубов, не считая тебя? Решай быстрей. Дуб живет всего 300 лет. Ну? Ну? Понял. С деревьями не пошло. Упростим. Хорошо, сынок. Мы все равно ее добьем. Значит, смотри. У тебя было 4 яблока. А дубы? Забудь про дубы. Забудь про дубы. У тебя было 4 яблока. Понял? Понял. А кто мне дал яблоки? Я тебе дал. Спасибо, папа. Пожалуйста, сынок. Я дал тебе 4 яблока. Ты вышел во двор. Из подбородни выбегает мальчик Федя. И забирает у тебя 2 яблока. А почему он забирает у меня яблоки? Потому что Федя злой от недостатка витаминов. Понимаешь? А почему у него недостаток витаминов? Потому что ты очень долго не выходил во двор с яблоками. А что, Федя, папа сам не мог дать ему яблоки? Федя, в отличие от тебя, сразу решил задачу про тополя. И папа дал ему не яблоко, а дал денег на кино. Понял? Денег на кино. Значит, у него есть деньги на яблоки. На яблоки у него денег нет. Он копит на концерт Тимоти уже полтора года. Тогда я дам ему свои яблоки. Я яблоки не люблю. Не люблю и все тут. Что ты любишь? Я люблю играть в твои танчики. Про танчики забудь. Из еды что любишь? Бананы. Так, хорошо. Идем по второму кругу. У тебя было четыре банана. Четыре банана. Понял? Так. У меня было четыре банана. Спасибо, папа. Ты мне дал их. Сынок, больше не благодари. Понял? Ты выходишь с этими бананами во двор. Выходит мальчик Федя. Забирает у тебя два банана. Понимаешь? А что, не пошел за билетом на Тимоти? Сынок, понимаешь, билеты на Тимоти закончились. Раскупили. Да, у него остались деньги на бананы. Он их потерял. Потерял все деньги. И он забирает у тебя два банана. Понимаешь? Забирает два банана у тебя из четырех. Он. А теперь, внимание, повторяй правильный ответ. Правильный ответ. Молодец. Остается два банана. Молодец. Ну вот, два банана остается. Понимаешь? Не считая яблок. Какие яблоки? Которые ты... Какие яблоки? Ты мне дал, папа. Выкинь их из головы. Нахрен. Выкинь яблоки из головы. Как это выкинь из головы, тем более нахрен. Представь. У тебя в голове четыре яблока. Представил? Представил, говорю, нет. Да. Выкидывай. Выкидывай их из головы. Выкинул. Выкинул, нет. Выкинул частично. Два выкинул, два осталось. Ну вот же он. Вот же он правильный ответ. Два осталось. Смотри, не выкидывай. Не выкидывай эти яблоки. Это ответ, понимаешь? Поздно, папа. Уже выкинул. Спокойно, папа. Сынок. Давай сделаем то же самое с бананами еще раз. Я все равно должен тебе доказать, что ты у меня умеешь решать. Умею, конечно. У тебя было четыре банана, да? Да. Выкинь их из головы. Выкинь все бананы сейчас из головы. Вот выкидывай при мне сейчас. Все выкидывай бананы из головы. Выкидывай. Давай, выкидывай. Выкинул. Не получается. Почему не получается? Ты же яблоки выкинул. А с бананами у тебя не получается. Только я потому что не люблю яблоки. Что ты еще не любишь? Чистить зубы. Это понятно. Из еды что ты не любишь? Скажи мне, что ты не любишь из еды? Ну? Лук. Представь, у тебя в голове четыре луковицы. Представил? Представил? Нет. Почему? Потому что в голове бананы. Съешь эти бананы уже. Подавись уже. Съешь эти все бананы. Съешь их. Как совсем? Все съешь. Ну, съел? Ну, как бы. Как бы что? Два съела, два осталось. Все. Не ешь. Это правильный ответ. Все. Два осталось. Не ешь их. Осталось два банана. Все. Решили. Добили задачу. Поздно папа уже съел. Ну, хотел же сегодня не пить, понимаешь? Да. Ну, как тут не забухать? Леня. Мама. Молчи. Идиота кусок. Четыре года в четвертом классе. И еще не вечер. Идем на рекорд. Леля. Наливай, кто не спрятался. Я не виноват. Леля. Алло, Леха. Алло. Приходи играть в папильные танчики. Чего? Нет, он нейтрализован. Сейчас напухается, будет спать до утра. Давай, давай, дорогие, вернись. Давай, не задерживайся здесь. Конечно. В тот день все было, как обычно. Тей сходил по огороду, травил карасского жука своим дыханием. Жена Люба, 130 килограммов живого веса, косила траву, одетая в сексуальный топик с портретом Мэрилин Монро. Монро выглядела плохо. Из-под земли раздавались приглушенные матюки. Эта теща в погребе стукалась головой об балку. Я мастерил сюрприз для тещи на день рождения медвежий капкан. Прикрывая ее ковриком у ее кроватки. И тут в калитку постучали. Вошел какой-то хмырь. И на ломаном русском спросил у меня и теща, кто из нас двоих, Галина Петровна. Теща в погребе притихла. А надо сказать, что Галина Петровна взяла в кредит электромясорубку, третий год за нее не платит. Теща сказал, что Галина Петровна, кажется, умерла. Хмырь сказал, очень жаль. Потому как британские ученые выяснили, что Галина Петровна является потомком английского короля Ричарда Львиной Сердца. И имеет право на титул Ваше Величество. Ежегодный доход 30 миллиардов фунтов стерлингов. В этот момент люк в погреб открылся. Из-под земли вылезла теща и сказала, что по такому случаю она воскресла. Хмырь упал в обморок. Очнувшись, он спросил, есть ли у ее Величества подданные. Теща сказала, что у них полная деревня подданных, потому что с пяти утра уже все поддают. Хмырь сказала, что она может взять с собой своих слуг. В слуги тут же записалась вся деревня. С этого дня теща потребовала, чтобы ее звали Миледи. Все ей кланялись и носили ее в магазин на носилках. Но кассирши не пускали Миледи в магазин, потому что в тех же носилках раньше носили навоз. В Лондоне королева Англии встречала их с детем, 70-летним принцем Чарльзом. Чарльз, как правитель Шотландии, был в шотландской юбке. Тест пиану подумал, что это женщина, и пригласил Чарльза на танец. А английская королева подарила тещу золотую диадему с бриллиантами. Теща подарила коричневые чулки, в которых она флиртовала с Брежневым, когда она выступала по телевизору. В зале все было готово к приему гостей. На столах стояли таблички с их именами. Тесть увидел на табличке надпись «Барон». Он сказал, что слово «Баран» пишется через «А». А «Баронесса» такого слова вообще нет. Правильно будет «Овца». И тут же фломастером исправил все таблички. Оскорбленный «Баран» Кентеберийский, кузен графини «Овцы» Гроттенхемска, вызвал тесте на дуэль и кинул ему в лицо перчатку. У теста перчатки не было, поэтому он кинул сапог. Ключом не снимая с ноги. Вспомнил, что сегодня день десантника. Тесть выпил, надел тельняшку с криком «За ВДВ». Кинулся в королевский фонтан, не зная, что по случаю зимы с него слили воду. Дворецкого хватил удар, когда тесть вернулся в зал «Бармача». Видимо, не попал. Прыгнул еще шесть раз. После коронации тещу велела, чтобы звали королева-мать. Тесть подчинился, но каждый раз добавлял к титулу слово «твою». Утром коммердинер сказал, раз мы принадлежим королевской фамилии, поэтому должны одеваться по-королевски. Пригласил нас в королевскую гардеробную. На тещу из всех вещей налеза только карета. В Лондоне нам не понравилось, чтобы как-то успокоить душу, мы построили русскую баню. Через месяц приперлась королева и спросила, зачем вы после бани нырете в темп с уголами? Теща сказала, что это русская традиция. Королева сказала, да, но от бани до темп с 10 километров по центральным улицам Лондона. С тоски по родине мы так напили, что я отключился. Проснулся дома в Воронежской области. У погреба стояла теща. В общем, после того сна наши отношения с тещей стали идеальными. Потому что я вновь называю ее королеву и целую ей ручку. Правда, медвежий капкан из-под коврика и на всякий случай пока не убираю. Спасибо. По-русски, по-русски вон. Своей. Извините, старею. Вы хорошо выглядите. Спасибо. Мы рады видеть вас в лучшем ресторане нашего города. С красивым романтическим названием. Everybody together people continue tonight, connect, fantasy. Я постараюсь запомнить. Если честно, мы раньше назывались чебуречный номер 7. Просто хозяин решил немножечко украсить вывеску. Профессионал, он знает, что работает. Вы знаете, работает, работает, да. Вы знаете, я 8 лет не был в ресторане. Да, 8 лет не ел нормальной еды. Я надеюсь, вам я по почте. Ну, так сложилось. Так бывает. Есть меню у вас? Давайте посмотрим. Естественно, естественно. У нас все по высшему разряду. Welcome, пожалуйста. Здесь есть где разгуляться. Сволочи, чтоб вы сдохли. Старею. Эта книга жалоб, извините. Прям буквально перед вами. Ай-яй-яй. Это меню. Excuse me. Как говорят, у нас чебуречный номер в ресторане. Так, смотрим. Вы знаете, может я сначала оглашу вам весь список, чтобы вы не напрягались. Хорошо, давайте. У нас сегодня есть азиатский буябус, хамоновые рекопуры дебилоты, фрикосе из фазана, яйца, кокот, шампиньоновые фритюни, фуа-гра, круазе, бризаля, эскаргон, салат латук, шариками, солбэ, велюта, раков и отборный осьминог с цедрой, юзу и батаргон, карпатчо. Вы не поняли, мне просто пожрать надо, все. Просто пожрать. Я вам хочу предложить фирменное блюдо нашего ресторана. Глупо. Макароны по флоксу. Там по флоксу. Может быть, дойдем. Посмотрим меню. Так, морковь протертая тряпкой. Знаете, слегка горчит. Салат витаминный. Витамин С, 5 таблеток, кундивит, 3 таблетки, рыбий жир. Это все у вас на столе уже. Ага, хорошо. Лосины в масле. Вы знаете, масло есть, лосины кончились. Это есть все сами. Так, посмотрим, что у нас на первое. Вот я вижу первое блюдо. Щи зеленые. Это со щавелем, да? Ряска. Возьмите лучше борщ, не прогадайте. А вот есть борщ вот. Борщ? Борщ Менделеевский. Это как он? Очень полезный борщ. Там практически вся там лица Менделеева. Там серум, магний, кальций, калий, стронций, бериллин, полоний, ради. Не, 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 не. Это не надо. Ну как хотите, мое дело предложите. Уха говяжья из баранины. Долго готовить. Отвар картофельный темный, нефильтрованный, 18 литров порции. Вы знаете, стоит дорого, но не осилите. Я думаю, не осилю, действительно. Суп гороховый, ночной салют. Этого полно в ассортименте, если вы. Так, ну это не надо. Давайте перейдем сразу ко вторым блюдам. Или блюдам. Рыльца в собственном пушку. Вы знаете, рыльца вчерашние. Пожарка отварная. У нас в меню вообще никогда этого не было. Повар поставил так, для красоты. Мы ничего не сжарим. Почки отбивные по-милицейски. Будут сразу после футбольного матча. Свинина хруст с картофелем фри. Старый завод. Так. Вы знаете, я, наверное, вас удивлю. Я бы вам рекомендовал взять макароны по-флотски. Я где-то уже это слышал. Так, что у вас из горячего? Чай. Это попозже. Естественно. А это что за блюдо? Слезы Киркорова. Болгарский перец с луком. Понятно. А почему вот салат из редьки у вас называется Максим? Горький. Но очень хорошо идёт с макаронами по-флотски. Что вы представили с макаронами по-флотски? Я уже слышал этого. Суши есть у вас? Естественно. Естественно. Лучшие суши в городе. Палочки есть? Естественно. У нас недавно была санэпидемстанция. У нас столько палочек. Шутка, 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 шутка. Шучу, шучу. Так, свинина под соусом. Как правильно считается, соус хреновый или хреновый? Тут я... Вообще-то правильно считается хреновый, но он у нас... А вы знаете, возьмите-ка лучшие макароны по-флотски и не ошибётесь. Сколько можно про макароны толдычить мне тут уже? Я есть хочу просто мясо, дайте, если есть мясо. Любое мясо. Баранина, например, там я не знаю. Баран, есть у вас баран? Смотрите, не хотел говорить, но... Как говорят в нашем ресторане, Баран сидит в кабинете директора. Мне не интересно, это ваше дело. Так, что тут дальше? Японец в собственном соке. Это что за бред такой? Шутка бармена. Уже уволен. Я надеюсь. Уже уволен. Камбала на собственном боку. На том боку лежала отлёжина. Может, все-таки макароны по-флотски и не мучатся? Задолбали макаронами по-флотски. Сколько можно думать на том же уже? Выпить есть у вас что-нибудь? Естественно. Так говорите, что есть. Значит, коктейль «Кравовый мерин». Сок маргариновый. Прекрасно. Сок с березовой мякотью. Фирменный есть напиток? Естественно. Обычно в ресторанах есть фирменный напиток. Название... Вы охренели, что ли? Это мне такое? Нет, нет названия такое. Почему это? Почему такое название? Бокал стоит 12 тысяч рублей. Что, охренели, что ли? Вот видите, мы уже запомнили. Давайте водки тогда. Вы знаете, водка закончилась, но зато у нас никогда не заканчиваются макароны по-флотски. Давай, каши макароны. Уговорили. Что тут у нас попить? Я вижу, напиток сметанный, морс чесночный, компот из сухожилий, десерт, гоголь-моголь, тургенев-мургенев, желе-тварья дрожащая, мороженое хрен-брюле. С пылу-жару повар очень старался, просто приятного аппетита. Кушайте, остынет. Вы говорили, макароны по-флотски. А где видно, что они по-флотски? Я ждал этого вопроса. Макароны по-флотски. Кушайте. А ты знаешь, почему я не ел 8 лет нормальной пищи? Почему? Я сидел в тюрьме. Да. И спроси меня, за что? За что? За убийство официанта. У меня же на втором зале люди ждут, там все остывает. Ой, 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 ой. Двердит Иванович. Добрый день, вызывали? Я здесь. Весь вашим. Вызывал аспиринов? Вызывал. Цитрамонов. Тем более. Значит, смотри. Ты прости, родной, я просто всех вас не запомню, потому что у меня в зоопарке людей. Людей больше, чем зверей, понимаешь? Штат раздут, да нельзя. Раздут. Надо штат как-то сокращать. И надо кого-то увольнять уже Однозначно, и ни одного возможно Невозможно просто такие штаты Ну конечно, сколько народов Я решил уволить тебя А меня за что-то? Ну, во-первых, я тебя брал Зоопарк Ты знаешь, сколько было желающих на твое место А на твое место претендентов было во Понимаешь? Сколько было? Двое Был народ, был народ Ну, я взял на собеседование тебя Потому что из всех ты один стоял на ногах И смотри, у тебя Во-первых, заканчивается испытательный срок Какой срок? 9 лет, просто Правильно Я не понимаю, с чего вдруг Меня-то Я стараюсь, работаю, чтобы животные жили не хуже людей А то и лучше, и вдруг, внезапно Прямо, так, холодный душ Много говорим Смотрим документацию Смотрите, до твоего появления в зоопарке У нас, значит, было 7 горных баранов Правильно? Да, у меня в смете 7 баранов 7 баранов Сейчас у нас 4 горных барана Где 3 горных барана? К вам приезжали друзья Вы попросили шашлык Я не буду каюта жарить Пошли бараны Это 2 барана Где еще один? Лев сожрал Какой лев у нас? По документации, сроду львов не было В зоопарке Лев сожрал Лев Сергеевич, ваш племянник Он за семерых, вы знаете Ладно Занялся за оленями Все, закрыли тему Закольцевали ее Заквадратили все Запорылили пипидель Будет он мне сейчас Пришел сюда С такими новостями Это все, что ли? За это вы Нет Скажите мне, почему у нас По зоопарку Разгуливают эти Утконосы У нас нет их ведомости Я давно хотел вам рассказать Дело в том, что у бобров Красили забор Я временно пересадил их К диким уткам Возникла дружба Отходы Разные подвиды Подружились И вот результат Я не могу ничего сделать Животные Подружились Чтобы природа не попрешь Чтобы я так с бабами дружил Теперь у нас Утконосы ходят по территории Крякают и грызут столбы Причем Бетонные Ну гордиться надо этих Приезжали люди из-за рубежа Прекрасные ученые Обещали Нобелевскую премию Это миллион долларов, между прочим Немалые деньги Сколько? Миллион долларов Почему я об этом не знаю Где я был, когда комиссия была Почему мне не доложили Где я был? Ну это был понедельник Ну и? Ну в понедельник обычно Вы после Закрыли тему Лишь у меня Понедельничная норма На сегодня Вода Вода ли? Ты мне лучше скажи Кто научил попугая Фразе Цитрамонов Грузи песок поехали Вы научили Я научил Ну конечно Когда я мог научить Ночью Приехал песок Вы распорядились отвезти К вам на дачу Загрузили на газель Газель правда по пути сдохла Пришлось заказывать грузовик Доехали Песок весь у вас Ну ты меня тоже должен понять Ты у меня пляж видел 16 гектар Мне чем-то его надо Облагораживать вообще Я ж не буду спать на гальке Во-вторых Я удивлен Потому что по территории Бегает кенгуру Бегает Бесхозно бегает кенгуру И что-то у нее позванивает В сумочке Позванивает Вы просили холодного пива Раз Я просил вас Сгонять за пивом Я дал распоряжение Кенгуру Сбегать за пивом Его все знают Он прекрасно справляется Тем более Пакет не надо пробивать Сумка с собой Так что Сами понимаете Надо заниматься Ненужная дрессура Без вас тут люди Найдутся Как скажете А зачем вы Эксплуатируете животных Я видел вчера Макака Мила Дорожку Ну это Это вообще Никакие ворота Это Я Я просто Я в удивлении Это не макака Я себя буду отпаивать Это Нина Петровна Новую уборщицу Чего взяли Что за день был? Понедельник Предупреждать же надо Я еще Хорошо сделаю Вы тоже хороши Да хороши Во-первых Нина Петровна еще Я погладил ей Животик Почесал за ушком Долбанул Мне понравилось Ну предупреждать надо Я же пружи тоже Могу попасть В неадекватную ситуацию Я вам говорю Что вы тоже хороши Зачем вы достали Крокодила из клетки Водили его полеем Кормили мороженым Это опасно Животной чести Придурок Это моя жена Ты лепи Лепи Да не перелепливай Далека не рассмотрел Не надо здесь Жена Ёрничает он еще Ладно Ты мне лучше скажи Почему у нас Козел Поет Нецензурные песни Ругается И ведет себя неадекватно Это не козел Это Петрович Сторож наш Прекрасно справляется С обязанностью козла А настоящий козел К сожалению сбежал Почему сбежал? Да потому что козел Между прочим Петрович снял его Один в один Попадки все Блеет Один в один Касается А я Петровича много лет Уже знаю У Петровича рогов нет Ну это вы зря Вы с его женой Разговаривали? Могу дать телефон Сать У меня есть У меня есть Все телефоны Всех сотрудников И сотрудниц Всего зоопарка Мне лучше скажите Значит Куда делась гадюка Из серпентария? Не молчи Болеет гадюка Болеет гадюка Чем болеет гадюка? Я не знаю Чем обычно болеет Таких ситуаций Я ее доил И после этого Вы спрашиваете Почему я вас увольняю? Да вы откровенно Издеваетесь над животными Да по вас Знаете что? По вам Гринпис платит Я все Объясню В соседней аптеке За один грамм Гадючего яда Дают 30 тысяч Я с вами поделился Закрыли тему Что же вы издеваетесь Над бедной Маленькой змейкой У нас же есть мамбы Анаконды У нас гремучие змеи Убились чинодой В конце концов И потом Я вам давал деньги На приобретение Ласки Для зоопарка Ну? Ну Где деньги? Ну вы хотели ласки Так К вам кое-кто приехал Если я не ошибаюсь Они были очень ласковые Если я не ошибаюсь Ну Во-первых Это были женщины С пониженной Социальной Ответственностью А Во-вторых Ну вам же понравилось Ну ладно Мы закрыли тему Ну все-таки Я хотел Зверька ласку Для зоопарка Понимаете? Ну вот Еще два вопроса Во-первых Куда делась У нас же Галапагосская черепаха Старожил Тортила 289 лет было старушке Ее еще Между прочим Приходил Кутузов Смотрел Гладил по панциям Еще когда Два глаза были У Кутузова Где черепашка? Это первый вопрос И второй вопрос Почему одновременно В соседнем ресторане Напротив В меню появился Черепаховый суп? Тогда можно встречный вопрос Вы являетесь Солодельцем Этого ресторана Ну что ж Последний вопрос Умеете ли вы Держать язык за зубами? Ну что? Я на этом собаку съеду Кстати, где енотовидная собака? Она в будке у вас На даче Закрыли тему Ну что? Хотел я вас уволнять Но я смотрю По отчету Я думаю Сделать вас Старшим работником По вольерам С обезьянами Ну после того Как мы определили Какой объем я исполняю Как я стараюсь Это не серьезно С старшим работником С рогатым скотом Старшим научным сотрудником Главным инспектором Ладно Короче, есть должность Замдиректора После меня Двойной зарплаты Согласен Но Уметь его уговаривать Но Дело в том Что кого-то уволить Все равно надо Пожарник Михеев Ничего не делал Балду гоняет Курить не дает Что он делает? Только спит Курить не дает Спит Понимаешь Ни одного пожара Пожар можем сделать Да Не надо Значит, смотрите Я вам дам эту бумажку Вы ее оформите Да? Оформите И Значит И мне на подпись Да Сделаем Хорошо Это я Узнала? Ну, молодца Молодца Ты как? Молодца А я че? Че я? От меня жена ушла Прямо перед Новым годом Ага А я вот только После дежурства Сейчас шампанское возьму Практически переоделся И к тебе Под бочок Что-то серенький волчок Не надо только угрозь Серенький волчок даст пятачок Я сам кому-то надо дам Я понял Перезвоню Давай Да что такое Алло Перепелочка моя Это я твой перепел Слушай, один раз перепел Ты мне будешь Весь год это вспоминать Ну и празднуй сама Трезвая Все, давай Че за бабы пошли Не с кем вообще Новый год встретить Ты видал? Алло Бельчонок, ты? Петрович Да отдам я тебе деньги И не поэтому звоню Я нечаянно тебя набрал Не звони мне больше Слышишь? Че ты меня достаю? Сказал тебе перезвоню Блокирую Ну че, придется Новый год встречать Одному Дзинь-дзинь А нет Вернулась рыбка моя Заходи Открыто Нифига себе рыбка Судя по цвету Семга с бородой Я Дедушка Мороз Вижу, что не бабушка Ну Здесь проживает Мальчик Сережа Ответ Убедительный Здесь проживает Мальчик Сережа Ну и где же Простите Это самый Мальчик Сережа Перед вами Дедушка Мальчик Сережа Экскьюзми Эта квартира 96 Нет Экскьюзми Эта квартира 69 Пардон Я ошибся С Новым годом Товарищ Хорошо отпраздновать Всего доброго Куда 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 Стоять 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 Настоящий Дедушка Мороз Не должен Сразу Уходить А стишок Сначала Стишок Прочитаю Потом Встретим Праздник Иначе Я тебя Оштрафую А ты меня Милок Оштрафуешь Не налив Рассказывай Готов К стиху Всегда Готов К стиху Я же Дедушка Мороз От меня Жена Ушла К Витьке Или К Сашке Стала Жизнь Моя Скучна Хлопнем По рюмашке А я Смотрю Смотрю У вас Работа Как у нас Экстремальная Наша служба Опасна И трудна Я понял Помаленько Помаленько Стаканов Нечего А что на столе Стоят Стопочки Я думал Бутафорские Бутафорские Сейчас Помаленько Ну За год Собаки Ну Сначала Тост Тост У меня Смечик Рассказал Анекдот Собака Приходит На почту Давай Телеграмму Работник за почтой Смотрит И говорит У вас 103 рубля А у меня Столько 100 А что делать Не знаю Уберите Три Галгала Из телеграмма Собака Сейчас посмотрим Смотрите Гаугаугау Гаугау Гаугау Гаук Около Попробуем Убрать В середине Гаугау Гаугау Гауг Фигня Получается Выпьем Выпьем За то Чтобы В год Собаке Было Поменьше Всякой Фигни Завернул запитые запить есть водка наливай ну знаешь не хотел тебе говорить но это никто не знает никто раз ты зашел первый от меня жена ушла да ладно вот незадача ты сам кем работаю а ты догадался охотник на змей очень холодно очень а так даю подсказку проводник уже я тебе больше не налью даю еще одну подсказку смотрим сюда смотрим а все невропатолог нет опять говорят мы самые тупые слушай даю тебе последнюю подсказку последняя подсказка что сторож на складе ладно как скажешь давай ну что ответный тост давай анекдот переходящий в тост собака выходит на улицу какая порода милицейская выходит на улице вид огромный баба говорит вау неописуемо за то что в новом году соразмерять свои физические возможности вот знаешь настроение должно быть я смотрю я всегда так профессионал я не пробовал пока я не хотел тебе говорить об этом не все знают дело в том что у меня прям перед новым годом жена ушла дала ты знаешь я теперь вот и пью с горя понимаешь ты зря пьешь я например вообще не пью молодец вообще и правильно тем более на работе я как-то напоздравлялся поздравлял детей помню шел ну вот денег куча валяется куча огромная ну кто-то растерял может мафия я сгреб по карманам судорожно распихал быстро потом проснулся трус в трусе одеяла заправлена кстати у меня была похожая ситуация вот пить не надо да я тоже в трусе одеяла нет нет я значит после праздника значит вышел на дежурство смотрю все прут через двойную сплошную все про я всех торможу подряд правильно мне говорят придурок это рельсы и уйду из переезда давай выпьем за то чтобы меньше пить прекрасный тост но чтоб меньше пить надо больше на будем меньше пить я не хотел тебе говорить если я ред я нет мы уже с тобой вообще близкие я не собираюсь от тебя скрывать пойми ты мне не чужой человек понимаешь я чувствую от меня жена душа я не понял сколько у тебя жён одна а чё она бегает туда-сюда у тебя она не бегает она отбегалась уже ушла всё ушла к любовнику откуда ты знаешь догадался слушай я этого любовника я его встретил один раз рассказать что с ним сделал я его взял и сфотографировал рукоприклад лучше не рассказывать сфотографировал вот фото ты сейчас ужаснёйся какая неприятная рожа типичный любовник вот со всех сторон куда ни глянь отвратительно 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 что это такое то что фото со спины потому что он всегда был убегающим ну и чего чё чё смотрю тебя ты по комплекте на него похуй я при чём тут ну-ка контрольно развернись спиной я просто я ничего личного просто развернись мальчику серёжу надо подожди просто развернись так это ты так это ты любовник моей галли галя твоя жена нифига себе хорошая женщина роскошная мне очень понравилась ах ты про тебя хороста не надо только не надо ты что-то посидимой я думаю я никогда не взбиваюсь спасибо что ты ее забрал я не готов давай так ты не готов я уже готов давай так ни тебе ни мне сейчас идем поздравляем мальчика серёжу а потом вместе едем к снегурочкам нет ни тебе ни мне сначала поздравляем мальчика серёжу а снегурочек вызовем сюда хорошо только сначала давай подстраиваем пацана он же ждет новый год поздравим он же познакомил нас с тобой в новом году естественно а говорю закуси нет и для серёжа сэкономил давай пойдем поздравим пацана пойдем геннадий ветров и игорь маненко а геннадий в сфере Продолжение следует...